Настало время поговорить о политике. Что такое политика? Чем занимаются политики? Здесь, как это часто бывает в социальных и гуманитарных науках, единства, мнения нет. Тем не менее, есть какие-то более-менее конвенциональные определения, и одним из самых общепринятых является определение Вебера. Его особенность заключается в том, что политика определяется через власть. Власть – это центр, это субстанция политического. Все, что связано с властью, со стремлением к властью, с распределением власти, с оказанием влияния на власть – все это в той или иной степени политическое. Правда, сразу возникает вопрос – всякая ли власть является политическим феноменом? Здесь тоже нет единства и есть традиция, согласно которой, действительно, политическое очень широко понимается, как связанное с любой властью. Но в рамках курса общества знания мы будем строго отличать власть вообще и политическую власть, как особую разновидность власти. Власть в самом широком смысле слова можно определить, как способность навязывать свою волю другим людям. Самыми разными способами – силой, авторитетом, харизмой, подкупом. Самыми разными существуют ресурсы власти – пропагандой или идеологией, убеждением. Политическая власть – это особый тип власти. Мы будем отличать ее от власти, скажем, мужа в семье, от власти ректора в университете, от власти директора в школе или в гостинице. Политическая власть связана тесно с такими институтами, как государство и право. Политическая власть связана с управлением обществом, и это управление осуществляется через государство. Государство в этом смысле – это центральный институт политической власти, и о нем мы будем говорить подробнее. Специфика политической власти, что отличает ее от других форм власти – это, во-первых, верховенство, то есть это самая высшая форма власти, распоряжение политической власти обязательно для всех других субъектов власти. Если, скажем, президент издает указ, а президент – это глава государства, то есть высшая политическая фигура, то это обязательно для директора гостиницы и для ректора, и для, не знаю, вахтера в общежитии. То есть для всех форм власти. Политическая власть действует в соответствии с законом, она должна быть законной. Политическая власть централизуется, по крайней мере стремится к централизации, и в итоге образует феномен государства. Политическая власть использует все многообразие ресурсов власти, в том числе такой ресурс, как сила. И одна важная специфика политической власти – это легитимность, то есть признание ее в качестве имеющей права, в качестве действующей, авторитетной, правильной со стороны граждан. Если легальность – это такая объективная характеристика законности власти, то легитимность – это признание гражданами этой власти в качестве законной, в качестве имеющей право властвовать. Итак, государство – центральный институт политической системы. Государство создается для того, чтобы реализовывать политическую власть на определенной подконтрольной территории, управлять населением, которое проживает на этой территории, интегрировать это население, создавать из него одно единое общественное объединение – создавать общество и поддерживать в этом обществе определенный социальный порядок. С такими атрибутами, которые вы видите сейчас на экране, вот с такими признаками государство – это относительно новый феномен, это феномен нового времени. До этого можно говорить о городах государства, еще о каких-то политических образованиях, то есть о каких-то квази-государствах. Но вот государство в нынешнем, в современном смысле – это слово с вот этими классическими признаками – это относительно новый феномен. Итак, что это за признаки? Речь идет о суверенитете внутреннем и внешнем. Суверенитет означает, что нет никакой власти выше власти государства внутри страны, и это означает, что государство в своей политике независимо от других государств, что оно самостоятельный субъект политический, что никто, никакой там условный вашингтонский обком не может указывать тебе, что делать в своей внутренней и внешней политике. Обязательный атрибут – это подконтрольная территория, обязательный атрибут – это опора на общество, то есть публичность государственной власти. Это означает, что государство действует от имени общества. Общество как бы делегирует государственным лицам право принимать решения. Современное государство обязательно имеет разветвленную бюрократию, оно правит посредством издаваемых ими правовых норм, оно старается сохранить монополию на силовое принуждение, по крайней мере большинство государств ограничивают обороты оружием именно для того, чтобы самостоятельно здесь монопольно владеть таким ресурсом, как сила. И государство взимает налоги, чтобы содержать весь этот многочисленный государственный аппарат, разветвленный аппарат, и бюрократию, и силовые структуры, и прочее, прочее. В результате все функции государства можно поделить на две группы. С внешними функциями все более-менее легко и понятно. Речь идет о том, чтобы защищать территорию от врагов, ну и сотрудничать с соседями, с другими странами в области торговли, культурного обмена и так далее. Внутренние функции государств связаны с тем, чтобы поддерживать порядок на подконтрольной территории, управлять, регулировать общественные отношения, ну и выделяют всякие многочисленные подфункции. Правоохранительная подфункция, функция социальной политики, образовательной политики, научной политики, экономической политики. В принципе, если вы посмотрите на структуру правительства современной Российской Федерации, посмотрите на министерство, которое есть в структуре современного правительства, то вот вам и будет перечень основных внутренних функций государства. Каждое министерство реализует определенную функцию. Есть, например, Министерство экономической политики или Министерство просвещения. Это соответствует функциям государства. Продолжение следует... Продолжение следует...